Вот говорили про Advanced Custom Fields. Есть в зале те, кто не знает, что это такое? Окей, я видел одну руку. А из тех, кто сейчас не поднимал руки, есть те, кто постоянно использует возможности этого плагина? Давайте рассмотрим, что же это за возможности такие. Я буду стараться лазером туда-сюда осветить. Что нам дает Advanced Custom Fields плагин? Он дает возможность создавать огромное количество мета-данных, создавать их очень быстро, использовать их в абсолютно любых сущностях внутри WordPress. Это касается и всех пост-тайпов, всех постов. Это касается пользователей, это касается таксономии, меню, всего чего угодно. Опции можно создавать. И все это можно делать очень легко. Более того, Advanced Custom Fields сделан разработчиками для разработчиков. И у вас есть отличная API, отличные легкие PHP функции, которые вы можете вставлять в любое место в вашем исходном коде и таким образом получать доступ к тем самым мета-данным, которые были легко созданы. Что касается базы знаний, которые есть у этого плагина. Это огромная база знаний с хорошим описанием всех типов полей, которые существуют. Также есть хорошая документация по функциям, хорошая документация по хукам. И отличный портал для взаимодействия разработчиков плагина с комьюнити, то бишь с нами, с вами. Еще, когда я лично говорю про Advanced Custom Fields, я всегда подразумеваю именно Pro-версию этого плагина, потому что именно в Pro-версии есть огромное количество классных функциональных фич. Это и repeatable филды всякие разные, и flexible контент, который позволяет нам заменить пейджбилдеры, как бы мы их с вами не любили, конечно же. И очень классная фича — это те самые блоки для Гутенберга, о которых мы с вами сегодня будем говорить. И, конечно же, клон филды, которые позволяют уменьшить нагрузку на базу данных. Ну и многое-многое другое. Рассмотрим мы с вами пример обычного таймлайна. Таймлайн этот есть у нас на сайте. Такой таймлайн можно сделать абсолютно любыми методами, если вы там front-end, back-end разработчик. Но мы с вами рассмотрим парочку, которые можно сделать благодаря Advanced Custom Fields. Так, тут немножко кинематографа. Извините, я анимации не сделал. Значит, мы с вами перемещаемся на машине времени в прошлое. Машиной времени для нас служит плагин, который позволяет деактивировать Гутенберг. И попадаем вот в такой вот простецкий и интуитивно понятный интерфейс Advanced Custom Fields плагина. Все действительно просто, понятно, очень напоминает Google таблицы. И с точки зрения того самого юзер-экспириенса, о котором я тоже немножко должен рассказать в этом докладе, это не очень хорошо. Advanced Custom Fields плагин позволяет нам добавлять CSS-селекторы, менять расположение блоков и расстояние между ними, их ширину, их размеры. Но, как правило, добавлять стили в админку не так просто, а вот эти вот штуки, которые встроены, они приводят к тому, что интерфейс не намного лучше становится. У нас получается большое количество white space-ов, ну и ожидания, соответственно, не совпадают с реальностью. При этом есть код. Есть в зале те, кто любит спагетти, пасту. Окей, а спагетти-код кто-то любит? Понятно, есть один человек. Вы понимаете, да, что это за понятие? Потому что я о нем узнал недавно. Ну, по сути, это простыня кода. Это когда у нас есть, например, какой-нибудь сингл-PHP или просто там пейдж-PHP, и в который мы пишем огромное количество кода. Надеюсь, что в 21 веке никто это не делает, и все используют так называемые темплейт-парты. То есть мы приходим к вот этой блочной или модульной разработке. Сами по себе темплейт-парты – это просто PHP-шаблон, немножко HTML, немножко PHP. Есть возможность работать с WordPress-овскими глобалями, со всеми встроенными функциями самого WordPress-а и плагинов. И по сути все. Ничего сложного, правда? Я ждал, ждал, что кто-то скажет. Да. Что еще можно сказать про ECF? Мы же с вами эволюционируем еще немножко кинематографа. Есть такая штука flexible content. Существуют ситуации, в которых клиент хочет использовать пейдж-билдер, а вы не хотите использовать пейдж-билдер. У вас есть огромное количество наработок, там темплейт-партов. И вы говорите, ну типа, нет, никаких биверов, ничего такого. Хочу свои темплейт-парты. В этом случае flexible content призван вам помочь, потому что вот это вот небольшое отличие в интерфейсе, маленькое такое, оно на самом деле очень значительное. Потому что вот эта вот кнопочка, она позволяет вам добавлять любые блоки, в любом порядке их выстраивать и создавать любое их количество. Таким образом, если у вас есть какой-то темплейт-парт на странице, вы можете его повторить множество раз. Сам по себе темплейт-парт почти не меняется. Это мы говорим о коде. Единственное, что филд-методы заменяются на сабфилд-методы, потому что вводится такое понятие, как лэйауты или элементы лэйаутов, которые в свою очередь надо перебирать в цикле. Но если у вас большое количество блоков на странице или на сайте в принципе, то тот случай, который нам предлагает документация с if-else или switch-case, он не очень подходит. А если у вас нет проблем с неймингом и с расположением файлов внутри темы, то гораздо проще работать через цикл, через вот такую вот структуру. То есть вы парсите информацию самого блока и подставляете это незамысловатыми стринг-репрелайсами, конвертите это просто в имя файла. И получается так, что вы в эту папочку с темплейт-партами добавляете все свои темплейт-парты и, собственно, все. Используйте это. Идем дальше. Эволюция — это штука хорошая. Появился у нас с вами наконец-то Гутенберг. Наконец-то. Кто-то разделяет еще мое мнение про наконец-то. Е-е-е. Класс. Что собой представляет Гутенберг? Ну, на самом деле, очень много хайпа было развито вокруг Гутенберга. И автоматик, и само сообщество постарались над тем, чтобы было много информации. Но на самом деле низкий старт не оказался, давайте с вами быть откровенными, таким вот уж радужным и классным. Что мы имеем? Гутенберг, на самом деле, вот как киберспортсмены любят говорить, это новая эра или новая мета. Он действительно реализован с использованием новых технологий. ES, Next, Syntaxes, React.js, подобные компоненты, использование REST API, автоматики, сообщества вообще молодцы. Сначала у нас появилась REST API, потом появилась Calypso, а теперь вот этот вот React-based editor контента. Ну, классно. При этом есть явная такая вот позиция в мире, что популярность JavaScript растет, а популярность PHP, ну, давайте быть откровенными, немножко спадает. На рынке все меньше вакансий, заказов и всего остального. Новшество, которое как бы нам преподносит Гутенберг, это построение всего на блоках. Надо писать как можно меньше кода или вообще его не писать. Пользуйтесь стандартными блоками, вам этого хватит. Ну, каким-то обычным модератором сайтов возможно. Нам с вами этого не хватает. При этом есть документация, не самая подробная на сегодняшний день. Я вынужден об этом сказать. Мы с вами будем работать над тем, чтобы она улучшалась. И, в принципе, все то, о чем мы говорили с вами в ACF, построение блоков, template-part и прочее, Гутенберг нам дает новый интерфейс для взаимодействия со всем этим. Моя любимая часть доклада. Значит, эта штука называется Hype Cycle. Это специальная разработка американской компании Gartner. Компания эта занимается консалтингом и всякими исследованиями в области рынка информационных технологий. О чем говорит нам вот этот Hype Cycle? Любая новая технология, она проходит определенные этапы до становления своей зрелости, так называемой. Критерии, вот эти вот всякие штуки, которые написаны на этом графике, характеризуют уровень интереса к этой самой технологии. Гартнер, к сожалению или к счастью, не проводила исследований про Гутенберг. Ну, я, во всяком случае, не нашел. А мы с вами здесь же не зря собрались, да? Мы сейчас проведем с вами исследование. Такая большая научная коллегия, коллоквиум. Значит, что такое innovation trigger? Это тот момент, когда создатели какой-то технологии генерят большое количество информации о этой самой новой технологии и привлекают большое количество участников из сообщества для того, чтобы развить много шумихи вокруг этой самой технологии. У разработчиков получилось. Они много рекламы нам давали на этот счет. Они вводили сам плагин как отдельный модуль до того, как перешли на версию WordPress опять. И таким образом технология попала на так называемый пик завышенных ожиданий. Наступил 2019 год, версия WordPress опять. Все получили доступ к исходному коду, начали делать свои блоки и посыпалось огромное количество всего. Багов, рекомендаций от гигантов индустрии тем и плагинов о том, что погодите, давайте пока не использовать Гутенберг, подождите там марта, февраля и всего остального, пока Гутенберг станет лучше, пока мы научимся с ним работать, ну и вы, соответственно, тоже научитесь с ним работать. Вот, и Гутенберг скатился вот в этот момент разрушения иллюзий. И мы с вами сейчас призваны, и Гутенберг на самом деле сегодня находится вот как раз на вот этом вот подъеме. Маленькая анимация, класс, я научился делать анимации. Вот, именно это сегодня является проблемой, и мы призваны с вами эту проблему решить. До сих пор есть люди, которые сторонятся Гутенберга, хоть все эти гиганты нам сказали, все, чуваки, можно, давайте использовать, давайте работать в этом направлении. Но все еще есть консервативные люди, типа меня, наверное, тоже, которые говорят, что создание Гутенберг-блоков – это сложно. Давайте разберемся, что мы видим. Регистрация скрипта, да, там его название, зависимости какие-то новые у нас появились, создание скрипта, ну, регистрация, я имею в виду, стилей, и непосредственно регистрация самого блока, где мы указываем namespace, чтобы вам это тоже было, ребята, видно. Вот, ну, и непосредственно подключаем эти стили и скрипты. PHP-код, хуки, обычное подключение стилей, ну, все как раньше, никаких проблем, да. Ровно до того момента, как мы заходим в самый главный файл, тут в код можете даже не вникать, это очень сложно, это JSX-файл, да, который написан по ES-next формату с использованием такого синтаксиса, в нем есть фрагменты HTML, в нем есть какой-то большущий джаваскриптовый объект со своими свойствами, методами, пропсами, какими-то стейтами, все очень страшно и сложно, и надо, чтобы это все как-то прикрутилось и заработало, какой-то бабель, какая-то прагма, какие-то вот эти вот страшные слова, а я, ну, я бэкэнд-разработчик, для меня это все по сей день очень страшные вещи. Есть в зале те, кто так же думает? Еее, вот вы моя целевая аудитория сегодня. Суть в том, что, что бы я дальше ни говорил, и как бы мы с вами ни упирались, все равно нам придется учить вот этот вот джаваскрипт, который набирает популярность, пробовать, переквалифицироваться, для нас больше возможностей на рынке откроется, и с точки зрения появления новых клиентов, и с точки зрения появления новых рабочих мест, но это все равно сложно. Что бы я вот дальше в слайдах вам не показывал, не рассказывал, вы все равно должны понять, что вы к этому должны прийти. Я призываю вас, встаньте и идите, и это надо будет делать. Но ACF с версии 5.8, с этими тремя буквами у нас чуть комфортнее диалог идет, да? Там ACF, топчик, лучший плагин в мире, окей. ACF с версии 5.8 предоставил нам возможность создавать Гутенберг-блоки с нулями, вот этими большими нулями строчек джаваскрипт-кода. То есть из джаваскрипт-кода у вас остается только тот интерактивчик, который вы прикрепляли к своим темплейт-партам. Темплейт-парты остаются теми же самыми, я их даже тут не показываю. А сами Гутенберг-блоки создаются очень просто. У нас есть ACF и нетхук, функции регистрации самого блока, с теми самыми параметрами, которые мы потом в админочке видим. И так как у нас все хорошо с неймингом и расположением файлов внутри темы, у нас есть просто маленькая функция, которая является калбеком для отрисовки вот этого самого блока. И она у нас одна для всех блоков. Ну, потому что имя блока соответствует имени файла и все такое. Понятно это, да? Окей. Как выглядит сам блок? Опять-таки не вникайте в код. HTML, PHP, никакого джаваскрипта. Единственное, что у нас появляется новое, это доступ к вот этой вот блок-переменной. То есть это массив с параметрами самого Гутенберг-блока, который мы только что зарегистрировали и создали. Все. Но это все о коде. Так же ж лучше, да, без Джаваскрипта? Чуть спокойнее. Окей, я вижу лайкосики. Вот. Что в админке? В админке, ну, мое мнение, беда. Если туда не влезть и ничего не сделать, беда. Почему беда? Узенький Гутенберг-редактор. Кого бесит узенький Гутенберг-редактор? И сайт-барчик. Но у нас интерфейс тот же самый. Та же типа Google Sheet, но и появилась возможность превьюшки смотреть. Как выглядят превьюшки? Превьюшки выглядят вот так. Вот наш интерфейс редактирования полей. Видно там, ребят? И тот же узенький Гутенберг. И вообще не похоже на то, что мы должны увидеть на фронте. Помните, да, там один из первых слайдов был. Таймлайн, красивенькие шрифты, картинки, свгшки. Вот это вот все. Чего-то не хватает. Часто вы своих клиентов балуете стилями в ВП-дашборде. Ну окей, за деньги не вопрос. Есть древняя профессия, которая за деньги тоже радует людей. Но все-таки не часто, да? Простите, ребят, ну это же диалог, все хорошо. В чем суть? С Гутенбергом придется работать со стилями в админке. Причем, маленький спойлер, вы на него смотрите, я дальше пошел. Если вы вспомните, как раньше можно было добавлять стили в админку. Есть хук, админ NQ-скрипт, который позволяет подключать стили, скрипты в админку, редактировать, делать там всякие свистелки, всякие интересные штуки, анимации и прочее. Что надо помнить, когда мы работаем с этим хуком? Надо помнить о том, что есть такая штука, как edit screen, и надо определять, на каком edit screen мы находимся. Определять, какой сейчас глобальный WP-query запущен, и рестриктить там всякие меню и прочее, чтобы все нормально работало. Беда, да? Капец, я понял. Вот. И там посттайп, ну в общем, все-все-все очень сложно. Что появилось в новой версии WordPress? Вот появился хук NQ-block-assets, который в свою очередь позволяет прикреплять, привязывать, регистрировать стили только в тот момент, когда запущен Gutenberg, а перед этим вы можете зарестриктить Gutenberg для тех или иных посттайпов отдельным хуком просто в PHP-коде. Говорили там, что только в JavaScript можно отказаться от компонентов, можно в PHP отказаться от компонентов, спасибо ACF-у. И помимо этого, вот этот хук NQ-block-assets сразу же эти же стили выгрузит на фронт, если этот блок там будет, для этой страницы. Есть проблемы там с кешированием, с тем, что много ассетов на одной странице, но это все решаемо, я об этом в рамках этого доклада не расскажу, но если вопросы будете задавать, попробую там пару идей предложить. Ну и собственно все. Теперь наша админка выглядит почти, блин, очень плохо видно, я что-то не рассчитал с контрастом картинок, но поверьте мне на слово. Стили те же самые, это не Photoshop, как говорил предыдущий спикер. Админка выглядит точно так же, как и фронт-офис, при этом есть интерфейс. Что мы сделали помимо подключения стилей этого темплейт-парта? Мы расширили Gutenberg и расширили чуть сайдбар. Ну нельзя было этого не сделать. И собственно все. Клиент доволен, у него такая великолепная реакция. Разработчик в принципе тоже, потому что мы от JavaScript ушли. Но можно ли что-то улучшить? О, секундочку, ребята. Нет, не лучше. Ну ладно. Но все равно мы можем так, да? Такая интимная обстановка у нас с вами. Вот. Улучшить всегда можно что-то, нет предела совершенства. Вот эти вот цитаты великих людей. Все помнят, что такое иерархия шаблонов и как создавать темплейты страниц. Там все сводится к тому, что должен быть один комментарий в начале файлика, там, template name и погнали. Что если мы позаимствуем вот эту механику и попробуем автоматизировать создание Gutenberg блоков? Мы добавим вот этот вот комментарий в начале файла, в котором будут все параметры Gutenberg блока. Дальше весь код оставим такой, какой он есть. И сделаем небольшой скриптик. Этим потом можно будет, наверное, где-то как-то поделиться. Но что нам с вами надо знать? Есть вот такой PHP built-in, то есть встроенный класс directory, который позволяет читать директории, все файлы из директории. Помимо этого, есть встроенная в WordPress функция getFileData, которая читает первых 8 килобайт файла и метаданные, разбитые по строкам, позволяют читать. Мы это все спарсили, смэпили и сделали регистрацию блока через вот эти вот массивчики, которые мы спарсили и смэпили. И таким образом, каждый раз, когда мы в директорию с нашими template-партами добавляем новый файл с правильным комментарием, у нас автоматически создается ICF-блок. И все. И больше ничего не надо делать. Никакого JavaScript. JavaScript это вот, я уже говорил, наверное, или нет. Хотел точно сказать, что для меня в JavaScript есть jQuery, работа с REST API и, ну там, не знаю, пару каких-то мультистеп форм на Vue.js написанных. Ну и хватит. Это уже современные технологии. Вот. В принципе, с магией все. Можно шапочки из фольги снимать. У нас с вами должны быть, ну как вывод из любого доклада, у нас с вами должны быть какие-то next steps. Как я уже сказал, учить, yes, next и вообще в принципе JavaScript и Gutenberg компоненты создавать через React, через JavaScript как положено. Это надо делать. За этим будущее. От этого мы никуда не денемся. Создание компонентов влечет за собой создание огромного количества филд-гроупов. Помните, да, что это в админочке, там такие штуки для создания template-партов. Если их будет много, их надо будет как-то группировать. Мы должны с вами помнить о том, что филд-гроупы это пост-тайп, поэтому мы можем к нему прилепить таксономию, таким образом это все группировать, выравнивать. Помимо этого мы можем облепить этот весь процесс хуками, создавать автоматический филд-гроуп помимо Gutenberg блока, парсить оттуда и cfjson, сразу получать строго типизируемый массив со всеми филдами, и все будет круто. Помимо этого у нас можно все это, как первый спикер говорил, обернуть в класс и сделать из этого таз для WP-кли, и у нас полноценный генератор кода внутри WordPress. Ну и это всего лишь несколько идей, которые у меня в голове появились, когда я готовил этот доклад. Надеюсь, у вас появится еще больше идей, и мы с вами все сделаем, чтобы по тому графику Gutenberg как можно быстрее поднялся на это плато продуктивности. Я вам всем говорю большое спасибо. Пока мы будем дискутировать, я оставлю слайд с информацией, которой вдохновлялся автор этого курса. Смотрите, есть два варианта. Есть вот так вот скрин с ссылочками, а есть большущий QR-код. Вам что лучше оставить? QR-код. Окей, если не будет читаться, там потом как-то скажете, я переключу слайд. Спасибо большое за внимание. Моя задача была в вас вселить надежду о том, что Gutenberg классно, и все-таки можно какой-то смуз-переход делать без этой ступеньки на ES Next. И жду ваших вопросов. Спасибо. Где там микрофончик, все дела? А там же трансляция, наверное, для этого надо. Да, Юр, привет. Отлично, супер. Вопрос. Там, где ты подключал эти кастомные стили для блоков, получается, вы отдельно пишете стили под админку на фронт? Нет, это просто, как сейчас показываю, это просто пример кода, как было раньше и как стало сейчас. Файл один и тот же, ну просто здесь разные подписаны. Получается, в админку грузятся те же самые стили, которые на фронтиле. Да, если мы используем, я предвижу, наверное, вопрос следующий, если мы используем какой-нибудь bootstrap, foundation, какие-нибудь фреймворки, с этим могут возникнуть проблемы, потому что надо как-то рестриктить то, что принимает в себя Gutenberg. То есть делать какой-то контейнер для того, чтобы стили фреймворков работали нормально в админке, вот в этом месте. Но если фреймворки не используются и все делается на компонентной основе, то есть стили, компонент, стили, компонент, никаких проблем нет. Просто в классическом редакторе, там в самом редакторе есть стили, которые цепляются, кажется, через импортант или через айдишник для боди, кажется. Все говорят о том, что есть проблемы с этим, но когда мы работаем с ACF, там почти не используются вот эти дефолтные инпуты и дефолтные селекторы, они есть только у врапера. И когда мы забрасываем стили внутрь врапера, ACF их принимает в себя и он подбрасывает как раз вот тот темплейт-парт, который мы ему скормили, php-шный. Поэтому те стили, которые работают для этого темплейт-парта, они как бы изолированы от всех остальных селекторов и ничего перебивать. Ну там минимум перебить надо, но это какие-то, ну типа как Reset CSS для всего Гутенберга. А получается стили, которые идут на весь сайт, они не влияют на стили самого Гутенберга, самого этого редактора? Ты имеешь в виду стили типа для хедера, футера, сайдбаров, сайпографии какие-то. Да, получается, если на Грузии все стили, которые на фронте, они типа не как на Гутенберг там… Ну, естественно, они будут влиять, если мы их подключим. Мы хитрим, мы их не подключаем. То есть все general стили, они у нас в отдельном файле, они грузятся только на фронт через NQ-скрипт, как раньше. А те, которые касаются этих компонентов, мы их добрасываем. И все. Таким образом, вот как бы все, навели порядок, поразбрасывали и все. Понял, спасибо. Кто еще? Блин, так мало вопросов. Окей. Спасибо большое за доклад информацию. Тоже начал плюс-минус там полгода назад вот это все делать. И самое вот ахиллесовая пята, мне кажется, в этом всем процессе это нащупать. Ну, как-то найти метод, как можно… Здесь у нас переключен Гутенберг в режим просмотра. И он нам не разрешает, по сути, редактировать контент. То есть мы должны пользоваться панелькой справа. Было бы круто. Вот мой, собственно, вопрос там, есть ли уже какие-то наметки или идеи, или как-то может объединиться, чтобы добавить функциональность к АЦФ, чтобы можно было право скрыть и редактировать сразу здесь. И менять текст просто здесь. То есть чтобы инпуты повелить. Чтобы JS вот этот next понимал, что сразу нужно запулять это… Такая фишка уже есть вместе с этими ACF-блоками. Я, к сожалению, про нее подробнее не могу рассказать, но я кину контакты этого мальчика, который автор вот этого вот всего детища. Я эту штуку видел, это работает. Ну, правда, у нас там была обычная hero-секция с тайтлом, бэкграундом. Сделана она ACF. И там вместо просто поля был инпут. И это можно было делать. Еще, сейчас секундочку, еще одну штуку я не сказал. В template-partе для Гутенберга, который, вот я говорил, там не меняется никак. Ну, допустим, вот этот возьмем. Помните, я говорил о том, что есть такая типа placeholder data у Гутенберга. Ну, то есть то, что они используют. Для того, чтобы это работало с использованием ACF-блоков, тут достаточно тернарники заюзать. Просто там, где мы get field, the field делаем вот эту штуку, тернарники добавили. И вот это и будут данные по дефолту. Следующий вопрос. Я в систему не вникал, тому хочу дознаться, а сам контент сберегается в кастомных полях, чи уже всередині всього контента? Сам Гутенберг вообще? Нет, сами блоки, ACF-блоки Гутенберга. ACF-блоки Гутенберга, они представляют собой всю ту же старую структуру. Часть хранится в базе, часть преобразовывается. И получается тот шаблон, который из template part, он потом попадает, ну, конвертация есть. То есть если мы посмотрим исходники, конвертация в JavaScript, в ASNext, она все равно есть. Из-за этого есть еще одна проблема. Когда много полей на странице, которые сделаны именно через ACF, и сервер слабенький, то часть компонентов будут в прелоуде висеть, потому что много коннектов в базу, и пока ACF не оптимизировала этот момент, либо оптимизировала, но надо еще на более слабых серваках с этим поработать. Это проблема. То есть пока это все сделано таким небольшим велосипедом, но это все равно хороший вариант смуз-перехода для старых бэкэнд-разработчиков. А теперь как быть в ситуации, когда в тебе ACF плюс ВПМЛ, и там, допустим, 20 мов? Хороший вопрос. Ну, легче всего увеличить производительность для базы. Это всегда с ВПМЛом работает. Но есть хороший вариант использовать вот этот тип поля клон, который есть в ACF, для того, чтобы мы уменьшили количество обращений в базу и увеличили, соответственно, количество обращений в кэш, который в JSON или просто в кэше глобальном вордвесовском лежит, для того, чтобы уменьшить коннекты к базе. Тогда это все получится чуть оптимизировать и улучшить. Но вот этот процесс конвертации, к сожалению, пока от этого уйти не получится. Окей. А есть какая-то штука, которая может конвертовать, допустим, Visual Composer на такие блоки? Я на текущий момент… Да, разработчики, правильный ответ. Я на текущий момент… Ну, мы искали что-то подобное, мы искали что-то подобное, не нашли. И это как бы тоже одна из идей, которую я не написал, не внес в слайд. Для Гутенберга было бы неплохо сделать то, что сделали ребята из команды предыдущего спикера. То есть существующих блоков побольше налопатить и добавить по дефолту и юзать их. И таким образом получится из Visual Composer все сконвертить. Опять-таки, если ACF научились конвертить обычные темплейт-парты в эти компоненты джаваскриптовые, то сконвертить то, что сделано шорткодом, тоже не будет большой проблемой. Надо просто выявить, что парсить, во что мэпить, связать это. И, скорее всего, получится один какой-нибудь цикл автоматизированный сделать и сконвертить. Надо просто заняться этим. Есть еще вопросы? Ну, ладно. Здравствуйте. Скажите, чем Гутенберг лучше, чем Билдер? Чем Гутенберг лучше, чем Билдер? Хороший вопрос. А какой именно Билдер? Любой. Окей. Я, честно, субъективно скажу, я Билдеры не люблю. Многие в зале, наверняка, тоже не любят Билдеры, потому что есть огромное количество эссетов, которые грузятся на фронте, огромное количество какой-то непонятной логики, которая, ну, вроде как для конечного пользователя это флексибл, для разработчика это не флексибл. И в этом плане Гутенберг, из-за того, что над ним все-таки большая команда работала и ребята понимают о том, что потом с этим надо будет работать конечным разработчиком, они стараются сделать простой унифицированный подход. И если мы с вами опустим наше незнание джаваскрипта современного, то создание блоков, оно несложное. Это гораздо легче делать, чем создавать блоки в Visual Composer с вот этими шорт-кодами бесконечными, пробрасываниями параметров и всего остального. В Elementor я его считаю лучшим из пейджбилдеров, существующих на сегодняшний день. В Elementor это все чуть круче реализовано, там ООП, бэкэнды, все интересные штуки. Но все равно, как уже говорили сегодня, за Гутенбергом будущее, и интерфейс на самом деле хоть и сырой пока, но он довольно простой. Этим, собственно, лучше пейджбилдеров. А зачем нам поддерживать Гутенберг, если он лишает нас работы? Зачем тогда когда-то там VIX придумали и все остальное? Но как бы это другой рынок. Я не знаю, ответ как-то вот конкретно на этот. Я понял, с какой идеей, с какой глобальной мыслью был задан этот вопрос. Но не знаю, можно не поддерживать, искать своих клиентов на рынке. Но если мы хотим идти в ногу со временем, не пользоваться старыми версиями плагинов, решений и всего остального, а идти в свет с чем-то новым, использовать композеры для того, чтобы деплоить WordPress как dependency, просто и прочее, 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 то всем новым надо пользоваться. Мы это делаем, это круто. И есть на западном рынке клиенты, которые подвержены маркетингу. Это у нас с вами на фейсбучике Гутенберг не продается. Как вот, ну, покупайте сайты на WordPress, и Гутенберг лучше всех. За бугром это есть. И если там человек услышал, что Гутенберг это плохо, отставить. Гутенберг это хорошо, и он пришел в ваше агентство и говорит, сделайте мне сайт на Гутенберге, а вы не умеете, вы потеряли клиента. То есть тут, мне кажется, конверсии будет еще меньше, чем просто ничего не делать, не поддерживать Гутенберг. Бизнес, такие процессы у нас уже пошли обсуждаться. Ну окей, там в кулуарах, если что, подходите, задавайте вопросы, будет интересно пообщаться. Всем большое спасибо. 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 Спасибо.